Выше знамена под куполом смерти, Богом хранимый народ. Путин, спаси русских людей! Путин, признай ДНР и ЛНР! Путин, введи войска! Потеряем Донбасс, потеряем Крым, потеряем Россию! Русские, вперед! Путин и русские виноваты, поэтому давайте мы изолируем опять этих русских от всего мира. Давайте мы введем санкции, чтобы они дровами топили, чтобы не могли технику покупать, чтобы у них наука не развивалась. Для чего это делается? Открыта война! Нам объявлена война! Америкой! Мы победим! Стрелкову слова! Там сейчас не нужно миллионной армии. Там достаточно пары просто структурированных бригад. Можно без оружия, можно без всего, они все это найдут на месте. Просто организованные люди, которые умеют воевать. Я была на Западе, участвовать во Львове. Там фашизма нет. Нет фашизма? Нет. Я с фашизм. Мы тем и русские сильные, что мы вам позволяем здесь... Что? Я русская. Сейчас? Нет, ты не русская. Ты не русская. Мы тем и сильнее, что ты пришла сюда и здесь можешь свою позицию высказать, и тебя сейчас не убьют, не растерзают. Мы должны жить, чтобы всю жизнь идти позор. Этот позор украинского народа в своем мозге больном. В больном фашизмом. Твари! Не человеки! Только могут убивать женщин и детей! И ощутить эту ярость, с которой мы должны бить врага! Нам всем нужно понимать, не обходим по спорту. Довите либералов! Довите либералов! Либералам смерть! Вот задавит дождь, задавит эхо Москвы. Останется одна реальность. Вот. Мы втираем на Путина. Мы обращаемся к нему. Но что он может сделать, если народ сбит? Русский народ должен проснуться. Русский народ должен встать и уничтожить.